Продолжается выступление подсудимых. Как вы помните, подсудимые Тимиргазеев и Семенов попросили время для подготовки своих защитительных речей. Кто начнет? Семенов, Тимиргазеев. Испокон веков данные места в районе Тетюш, Болгород, называются «чайным плюсом», то есть не представляющими опасностью с точки зрения сображдения. Но как закон подлости, ураган поднялся именно в точке поворота судна влево, ни минуты раньше, ни минуты позже. Если бы судно не дошло до поворота буквально в один километр, то ветер ураганный дул бы судну в форму, что было бы не опасно для него. Или наоборот, прошло бы поворот минут на пять пораньше. Кстати, если бы дезинкторатург вышел из Болгород вовремя, то они проскочили бы эту часть, и ничего бы не произошло. Мы, государственные служащие, оказываемся в зависимости от ситуации под подозрением в преступной халатности, либо в превышении полномочий. Контроль за судами до крушения значительно отличается от системы контроля после крушения. Точнее сказать, системы регламента контроля за судами не было вообще. Таким образом, в моих действиях не было ни преступной халатности, ни преступного бездействия, а проверки подвергались те суда, которые попадали в поле зрения инспекторов при исполнении ими служебных обязанностей. Умысла на совершение преступления у меня не было. Да и в чем выразилось само преступление? Я же не говорил Ланякиной работы без документов. Хотя и документы на судне были, в том числе и лицензия, действующая до 2015 года на судоходную компанию «Водоплод». Так, Владислав Николаевич, будете выступать? Да, да. Значит, слово для выступления принято, представляется подсудимому Владиславу Николаевичу Семенову. Пожалуйста. Потерпевшие высказывались относительно того, что мы стали агрессивными. Возможно, это так. Но, во-первых, это обусловлено средой обитания. Как говорится, бытие определяет сознание. Во-вторых, я пытался донести до всех участников процесса и до суда. Как очень справедливо отметил уважаемый потерпевший Геннадий Иванович Игнарин, степень своей вины. Но, судя по тому, что практически все потерпевшие просят пожизненных сроков, либо крови, либо проклятий, шлют на кадрик, у меня это плохо получилось или не получилось вообще. Я частично признавал вину. Это то, что касается моральной стороны этого дела. Руководствуясь которой я, пусть и сам не мелкий в системе надзора чиновников, не мог в силу занимаемой должности и действующего законодательства что-либо поменять в этой системе. Но в чем конкретно заключается злоупотребление должностными полномочиями, которые не имприминированы, я, честно говоря, до сих пор понять не могу. А теперь, что могу еще раз пояснить по существу предъявленные у меня обвинения и по доказательствам, которые, кстати, не были озвучены доказательствами обвинениями. А значит, их просто нет. Среди абраката, я прошу, не приобщите. Это к протоколу судебного.